Накануне воспитанники и коллектив детского сада номер 65 областного центра встречали гостей. Поздравить их с зимними праздниками приехали представители департамента охраны Ленинского района города над Бугом. Это мероприятие уже давно стало доброй и светлой традицией, а потому и малыши и стражи правопорядка с нетерпением ждут встречи, всегда рады увидеться вновь. Уже пятый год в рождественские новогодние праздники мы приезжаем в этот детский садик. По доброй сложившейся у нас традиции на те денежные средства, которые собраны нашими сотрудниками и работниками, мы покупаем подарки. В этом году по согласованию с руководством мы купили оборудование спортивного зала. Это батуты, это спортивный инвентарь, это спортивные коврики для проведения различных эстафет, спортивных праздников, различных спартакиад. Хотелось бы, чтобы это способствовало развитию детей спортивных навыков, чтобы укреплялось их здоровье, чтобы наши детки росли здоровьем. Каждый год сотрудники милиции стараются сделать мероприятие отличным от предыдущего. Ищут новые пути к созданию веселой атмосферы и хорошего настроения. В этот раз ставка была сделана на сказочного персонажа. Большую ростовую куклу-собаку дети встретили просто на ура. И до окончания праздничного утренника она была самым настоящим гвоздем программы. Особенно, когда началась пора хороводов вокруг елки. Мне понравилась на празднике большая игрушечная собака. Было весело, отлично, мне все понравилось. Конечно, на прошедшем утреннике роль главных волшебников исполняли взрослые. Уже традиционно сотрудники подразделения подарили хорошие и ценные подарки всему саду, а также красочные и интересные сувениры каждому ребенку. Но и малыши в долгу не остались. Специально для Стражей правопорядка они исполнили яркие танцевально-музыкальные номера. И с удовольствием поздравили милиционеров с наступившими праздниками. Я хотел бы им пожелать, чтобы они всегда были сильные, здоровые и всегда спасали других людей. Я желаю им удачи, здоровья, чтобы они были сильные и не сдавались с плохими. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.